Если раньше большая часть летнего отдыха Артема Антонова проходила за ездой на велосипеде, то теперь они с друзьями ежедневно собираются на детской площадке в центре деревни Юкачи. Для детского отдыха здесь есть все – качели, горки, карусели, а также оборудование для занятий спортом. Гуляем, играем, ходим, катаемся, качаемся. Это очень-очень красно. Мы тут играем кокодилы, лаку, догонялки, прятки. Бегаем. Алина Тимофеева, приехавшая в гости к бабушке из Мумадыша, также впечатлилась этой новостью. Удобства, которые ранее были лишь в городе, теперь есть и у нас, делится девушка. Здесь очень хорошо, здесь можно скатиться по горочке, можно покачаться на качелях, можно залезть на лестницу. Здесь очень хорошо, можно хорошо отдохнуть. И можно сюда пойти с друзьями и можно поиграть в разные игры. Здесь очень безопасно, здесь очень хорошо, здесь есть разные вещи, которые нам очень нравятся. Рядом с детской площадкой ведется благоустройство еще одного объекта. Это будущий Майдан Сабантуи, рассчитан на 250 мест. Его строительством занимается бригада индивидуального предпринимателя Ганиева. Размер территории, представленный в форме круга, составит 900 квадратных метров. Также в центре Майдана будет расположена сцена размером 6х6. Для зрителей установят два ряда сидений. В будущем мероприятие на открытом воздухе планируют сопроводить здесь. На данном этапе осталось покрасить скамейки и смастерить стулья. Весь стройматериал доставляется вовремя. Я считаю, что проект хорошо продуман. Оба объекта реализуются по программе самообложения. В этом году в деревне Юкачи с населения собрали по 1 тысячи рублей на человека. Всего с республиканской субсидии эта сумма составила 700 тысяч. Расположение объекта выбрано не просто так. Здесь, напротив, стоит очень красивая церковь. Чуть ниже из святого источника вытекают сразу семь ротников. Позже мы планируем проложить здесь стратуары и построить лестницы, ведущие к ротнику. Главное, чтобы государственная поддержка в виде самообложения не прекратилась. Специально открытие данных объектов в деревне Юкачи состоится 21 июля. В других населенных пунктах, входящих в состав Шатчинского сельского поселения, средства самообложения были направлены на строительство дорог. Всего выполнена работа на общую сумму 1,5 млн. рублей. Лилиана Зайдулина, Ильнур Юнусов, Тимур Мухаммедханов, Фальши Худдинов. Новости Татарстана.